Путешествие Флойда Как и Качин в Кирале, Удайпур называют Венецией Востока. Некогда это были земли самых могущественных правителей Раджастана, Махаранов, которые потеряли свою власть с уходом британцев. Теперь этот экзотический штат с красивыми дворцами стал популярным туристическим местом. Озеро Печола Кое-где колодцы обеспечивают полив небольших полей и огородов, но в целом этот штат умирает от жажды. В удаленной деревушке Имлипура обитает 250 представителей племени Билл. Но сейчас из-за продолжительной засухи мужчины оставили свои поля и работают на шахтах. В этом чистом двухсотлетнем каменном доме живут, спят и едят Амбала, его жена, двое их детей и овца. Пока жена готовит простое карри из лука и чили, Амбала лепит лепешки или хлеб чапати. А в углу, пока новый член семьи спит в своей корзинке, мать Амбалы перетирает зерно, не обращая внимания на то, что их привычный уклад жизни был нарушен визитом съемочной группы. Несмотря на жесткий климат, который ограничивает урожайность, раджастанская кухня достаточно разнообразна. Жители деревень едят кукурузу, чечевицу, бобы и овощи, а также кислое молоко и масло из молокобуйволов. Но я решил разбазарить бюджет и приготовить экзотические кебабы и сочные карри из барабина. Сегодня чудесный день, и я решил устроить барбекю. Но это будет индийское барбекю по-раджастански. Прежде всего я сделаю курицу с тертым имбирем и чесноком, с семенами пожитника, молотой корицей, солью и густым йогуртом, то есть йогуртом, который был завернут в марлю и подвешен, чтобы из него стекла жидкость. Первым делом добавляем семена пожитника, пасту из имбиря и чеснока, затем молотую корицу и соль. Как следует перемешиваем и кладем сюда куски курицы. В нормальных условиях ее надо убрать на час в холодильник, а потом нанизать на шампуры. И второе блюдо с кучей различных вкусов – это рыба. Опять же кладем пюре из чеснока и имбиря, в столовую ложку муки гам, это не что иное, как мука из нута, немного чат-масалы – это острая смесь из специй, которую легко найти в индийских магазинах. Смешиваем все вместе с лимонным соком. Точно так же кладем куски рыбы и маринуем ее около часа. Ну а теперь, мое самое любимое – кебаб из баранины. Первым делом мы кладем в миску немного бараньего фарша, затем гарам масалу из лаврового листа, гвоздики, кардамона, муската и всего прочего, затем молотый черный перец, немного соли, немного очень мелко нарезанного зеленого чили, свежий мелко нарезанный кориандр и пасту из лука и чеснока. Перемешиваем, затем опять же охлаждаем, а затем формируем из этого небольшие колбаски и насаживаем их на шампур. А теперь следующее блюдо, которое называется кочевничьим бараньим карри. Это не значит, что это карри кочует по пустыне, это значит, что это карри, который готовит себе погонщики, овец и верблюдов. Итак, первым делом зажигаем газ и готовим порошок гарам масалы из лаврового листа, стручков кардамона и корицы. Но сначала прокалим специи в жире. Благодаря этому мы выделим их аромат. Пусть немного пошипят. Теперь добавим к ним нарезанный лук, а затем пасту из имбиря и чеснока. Перемешаем. Ну а теперь большое количество этой острой и жгучей пасты из красного чили. Немного обжарим. Затем кладем мясо и готовим около полутора часов. Когда блюдо будет готово, мясо станет чрезвычайно нежным. Итак, мясо и рыба замариновались. Я нанизал их на шампуры и теперь запекаю. Баранина и, наконец, рыба. И пока они запекаются, самый вкусный соус к любому шашлыку из рыбы или мяса это чатни из мяты и яблок. Все очень просто. Берем свежую мяту, зелень кориандра, нарезанный зеленый чили и сок из яблок и лимонов. Кладем кориандр, мяту и чили в емкость. Добавляем сюда сок яблок и лимонов и смешиваем в блендере. Кидаем оставшуюся зелень, оставшиеся яблоки. Нет, ничего проще. Это острый и освежающий соус, который отлично подходит к любому запеченному мясу, рыбе или птице. Ко всему. Это невероятно вкусное угощение. Очень простые шишки-бабы из бараньего фарша со специями и травами. Курицы маринованы в йогурте со специями и травами. И рыбы маринованы в йогурте с куркумой. Плюс простые, но очень вкусные лук и чеснок. И очень питательные, очень нежные, и очень пряные, тушеные на медленном огне кочевничьи карри из баранины. Эти деликатные и радушные люди зависят от муссонов, и их яркий танец заключает в себе просьбу к богам о неспослании дождя и благодарность. Вернувшись в город, вы увидите великолепные дворцы, но ни один из них не сравнится с сити-паласом или дворцом-городом. Его строительство началось в 1559 году. Он был домом для 22 махаранов, и его так и не смогли достроить. Во времена расцвета в этом дворце было 2000 комнат, 4 кухни и 1000 слуг, которые подавали еду и развлекали махарану, его семью и гостей. Но перед этим вся пища пробовалась специальными людьми, которые решали, достойна ли она правителям. Сегодня это в основном музей и памятник архитектуры, хотя потомки королевской семьи все еще занимают солидную его часть. Я видел множество рынков во время своих путешествий по миру, но лишь немногие остались в моей памяти. И трехсотлетний Дан Манди, что переводится как базар зерна, один из них. Мешки ярко-красного чили, невероятное разнообразие овощей, большие миски риса, бобов и кукурузы, деликатная неразбериха, где носильщики толкают тележки среди мотороллеров, коровы, которые бродят и думают в своей коровьей мысли, надеясь найти, что пожевать, невероятные цвета женских сари и улыбающиеся лица детей создают настроение этого рынка, и это отличное место для следующих съемок. Моим первым блюдом будет типичное раджастанское блюдо муркадай. Это цыпленок в йогуртовом соусе. Чтобы приготовить йогуртовый соус, необходимо смешать свежий йогурт с куркумой и мукой из мута до такого состояния, и, конечно же, мясо курицы на кости. Здесь у нас молотый кориандр, свежий имбирь, свежий чили, чили молотый, чили сухой, перец горошек, семена кориандра, листья карри, лук и томаты. Первым делом нам надо прокалить семена горчицы и кориандра. Наливаем немного масла. Кладем семена горчицы, семена кориандра и листья карри. Именно этого я и хотел. Теперь мы кладем лук, томаты, затем зеленый чили, мелко нарезанный свежий имбирь и немного молотого кориандра. Затем кладем куски цыпленка и готовим на медленном огне. Ну а тем временем мы приготовим многоцветное раджастанское блюдо, которое состоит из фасоли, грибов, томатов, лука, гороха, моркови, перца, цветной капусты, а также семян тмина, кориандра и сушеного чили. Первым делом, как всегда, прокаливаем специи. Семена тмина, семена кориандра и красный чили. Затем кладем лук, перец, морковь, чтобы было вкуснее, добавим ги, цветную капусту, фасоль, томаты и, наконец, зеленый горошек. Оставляем все это на огне и перемешиваем курицу. На этой стадии добавляем сушеный красный чили. Тем временем овощи почти готовы, они не должны перевариться. Вы заметили, насколько легко и быстро готовится большинство индийских блюд. В завершении мы добавляем к овощам томатное пюре. Оставим на огне примерно на 10 минут и вернемся к курице, которая уже покрылась корочкой. На этой стадии мы убираем огонь до минимума, чтобы наш соус не свернулся. Наливаем соус и оставляем на медленном огне, пока курица не станет мягкой и нежной, а аромат специй не смешается с йогуртовым соусом. На этой ноте мне пора глотнуть пиво сегодня 35 градусов жары. Но пока есть холодное пиво, все отлично. Два местных традиционных блюда. Муркадай – это сочные куски цыпленка в подливке из йогурта с ароматом трав пожитника. И сабзи-када-масала – блюдо из сверховощей, жареных со специями в экзотическом томатном соусе. Примерно в 50 километрах к юго-востоку от Удайпура находится озеро Джей-Самант. Это крупнейшее искусственное озеро в Азии. Но главное здесь – это невероятная дамба, которая была построена в 1654 году Махараджи Джай-Сингхам для сбора воды муссонных дождей, которая стекала с окрестных гор. Это величественное сооружение является архитектурным и инженерным достижением XVII века и свидетельствует о дальновидности Махараджи. Уровни дамбы, украшенные куполами и фигурами слонов. Теперь это заповедник дикой природы и место обитания различных птиц, включая попугаев, цапель, фламинго, журавлей, бакланов и зимородков. Именно Индия познакомила весь мир с сахаром из сахарного тростника, который был описан Александром Македонским как трава, дающая мед без пчел. Тростник собирается женщинами, и за год Индия производит более 23 миллионов тонн сахара без каких-либо заводов. Методика производства сахара не меняется веками. Все очень просто. Тростник проходит через пресс, сок течет по бамбуковому желобу в бок, очищается каустической содой, нагревается до формирования кристаллов, а затем разливается по формам и отправляется на рынок. Этот грубый сахар называется кхут или сахар-сырец. Также он называется деревенский сахар из-за своей дешевизны и используется для приготовления сладостей и напитков. Цвет сахара указывает на тип почвы, на которой рос тростник. Чем лучше почва, тем темнее и слаще сахар. Но во многих частях мира этот великолепный продукт осветляется до белого цвета. Во всех индийских городах можно встретить торговцев, которые продают сок из сахарного тростника с лимоном и имбирем примерно по 4 пенса за стакан. Сахарный тростник отжимается по три раза в машинах под названием чакарс. Да, это точно не напиток без сахара. Великолепно. Да, ради такого я даже готов отказаться от алкоголя. Но точно не от кулинарии, и поэтому я отправляюсь на кухню своего отеля для следующего сюжета. Что ж, начнем готовить. Во время своей поездки по Индии я попробовал множество прекрасных вегетарианских блюд, но самое лучшее из них это картофель с начинкой. Что я сделал? Я почистил картофель, придав ему форму наподобие бочонка, вырезал серединку и зажарил его во фритюре. Но перед этим я отварил чили, орехи кешью и лук и перетер их вот в такое белое пюре. Также я сделал пюре из зеленого чили, кориандра и мяты. Вот такое зеленое пюре. И сделал пюре из чеснока и имбиря. Также у меня здесь свежий имбирь, свежий чили, свежий кориандр, домашний сыр, изюм и орехи. Итак, прежде всего кладем тертый домашний сыр в миску. Думаю, что вы можете взять сыр фета, если не найдете настоящего индийского. Добавляем к нему изюм, обжаренные орехи кешью, нарезанный имбирь, нарезанный зеленый чили, нарезанный свежий кориандр, порошок куркумы и смешиваем. Теперь очень плотно наполняем картофель этой смесью, уплотняем начинку как можно сильнее. Как видите, я уже сделал около восьми штук. Теперь наливаем масло в кодай. И как только оно станет горячим, обжариваем на нем пасту из имбиря и чеснока. Затем при постоянном помешивании вводим сюда пюре из мяты и кориандра, при этом у нас не слишком сильный огонь, чтобы ничего не подгорело. А затем пюре из лука, кешью и зеленого чили. Варим около двух-трех минут, а затем просто кладем сюда картофель и готовим, пока начинка внутри не запечется, а картофель вновь не станет горячим. Это блюдо показывает, насколько важно заранее приготовить масалу и пюре. Именно предварительная подготовка, прежде чем приступать к блюду, делает индийскую кухню такой быстрой. Кроме того, когда у вас все организовано и подготовлено заранее, готовить намного проще. А теперь с точностью таймера для яиц и магии телевидения приступаем к следующему блюду. Это куриная тикка, которая была приготовлена в духовке тандури. Я замариновался пленкой в маринаде из чесночной пасты, пасты чили, йогурта и сухой гарам масалы и приготовил в тандуре, он уже холодный. Прежде всего, я отварил томаты с чесноком, луком и гарам масалы в виде такого порошка. А затем на протяжении двух часов варил все это вместе, пока не получил вот эту густую красную подливку. Теперь я беру ги. Это очень жирное топленое масло. Поэтому это блюдо для людей, у которых нет проблем с сосудами и сердцем, так как оно очень жирное. Итак, сначала кладем ги. Затем кладем мелко нарезанный чеснок. Пусть он немного обжарится и приобретет цвет. Сразу после этого мы добавляем к нему соус, нашу подливку. Повторюсь, главное, это предварительная подготовка. Вы можете подготовить все за сутки до прихода гостей, а вечером просто собрать блюдо из готовых частей, как это делаю я, все очень просто. Затем мы кладем сюда куски цыпленка и просто его разогреваем. Ну а теперь главные ингредиенты для инфаркта. Замечательный индийский мед для сладости. и свежие сливки. Я же говорил, это не для сердечников. И, наконец, посыплем все зеленью пожитника. как следует разогреем и можно подавать к столу. Это же сама простота. Это одно из моих самых любимых блюд в моем путешествии. Картофель с начинкой из кешью, изюма и деревенского сыра, сваренный в пряной мятной подливке. И последнее, но при этом не самое худшее блюдо, рагу из сочного цыпленка тандури с замечательными индийскими специями в густом соусе из томатов, сливок и пожитника. Солнце садится, жаркий день подходит к концу. Какая романтика! Жаль, что я забыл книжку с цитатами знаменитых путешественников? Я бы наверняка нашел что-нибудь подобающее моменту Киплинга. Ему было что сказать об Индии. Итак, мое путешествие подошло к концу здесь, в Удайпуре. И что это было за путешествие? Еда была просто фантастической, а порции большими, различных рецептов для масалы оказалось больше, чем пост в Камо-Сутре. Ну, а что индусы? С одной стороны, это очаровательные, вежливые, деликатные, щедрые люди, а с другой, это шайка бандитов, ищущие как бы тебя надуть. Лично для меня самыми приятными стали поездки в Жайпур и Удайпур. Там очень милые люди, много верблюдов и слонов, и чувство, что вы находитесь в самом сердце Индии. И еда была самой лучшей за все время моей поездки именно там. Кстати, я написал книгу по мотивам нашей передачи. Она называется «Флойд в Индии» и включает в себя все рецепты, которые я показал, и многое другое. Она продается во всех хороших книжных магазинах. Автор и ведущий Кейт Флойд, режиссер и продюсер Ник Паттон, композитор Джонатан Аткинсон. Фильм озвучен по заказу ЗАО. Первый канал Всемирная сеть. Субтитры создавал DimaTorzok